мы выехали сегодня нас совсем маленькая группа по прогнозу сегодня во второй половине дня должен быть сильный дождь который будет до понедельника то есть и сегодня и завтра весь день не знаю об на 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 небе не облачка практически нет вот когда я ездил 100 километров с велоди club там тоже обещали что будет дождь но его не было весь день поэтому надеюсь нас пронесет и мы маленькой группы хорошенько проедем в этот велопоход мы запланировали проехать от каширы до воскресенска с ночевкой в коломне маршрут был запланирован таким образом в котором можно будет отдохнуть от предыдущих ну насколько я понял план был именно таким никаких основных достопримечательностей на маршруте кроме понтонных мостов не планировалось кстати это был первый мост такого типа на нашем маршруте обычно понтонные мосты используются как временные сооружения но есть и такие которые используются постоянно вот как этот например солнце так припекает уже сегодня у нас совсем такая небольшая группа у нас получается раз два три четыре пять человек но из за этого у нас хороший темп но без напрягов едем где-то 24 20 километров в час на данный момент проехали уже почти 25 километров небо пока чистое дождь не прогнозируется почти в каждом велопоходе есть участник который меня чем-то восхищает вот и в этот раз с нами в группе была участница которой было 60 лет узнал я об этом когда она предложила воспользоваться ее пенсионным удостоверением чтобы закупить продукты на обед не знаю видно или не видно показывать все избирбанк и аптека у нас привал на обед едем достаточно бодро поэтому нас есть время приготовить что-то вкуснее чем доширак так ну и и и и и и Продолжение следует... 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 новенький не реально красивый боевое крещение вот велосипед это из decathlon велосипед алюминиевый карбоновая вилка grelo 35 по моему покрышки 700 c очень прикольно выглядит успел ты чего но неужели настраивать это какой-то странный отверстие что на педали настраивать все парковочные 2 наклон шипа попробую может уже сейчас стегнется всю дорогу после моста в коломне пейзажи были настолько однотипными что я как и в прошлом нашем походе по старой калужской дороге в какой-то момент начал завидовать второй группе которая шла параллельно с нами но по другому маршруту на тот момент мы уже немного знали про их приключения вот где можно было бы поснимать много чего интересного в городе такие заводы и такие же домики пока мы обедали было принято решение проехать еще немного до виноградова естественно электричку уже там но обед растянулся а я на приехала слишком быстро поэтому мы попрощались с ребятами и разъехались в разные стороны за мной приехала я на сам и грузимся и едем домой и 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